Космодром Восточный Космодром Восточного Такая необычная идея возникла у нашего друга Николая Рыбака Он закончил Академию Искусства в Владивостоке и переехал жить во Владивосток Познакомились мы с ним на форуме Амур, который проходил в Хабаровском крае в июне этого года Там была Зимина Марина Васильевна, это глава Углегорска Она давала лекцию и мы к ней подошли с такой необычной просьбой А можем ли мы нарисовать космодром? То есть это ваше желание? Да А почему вы захотели нарисовать космодром? Как это для художника? Как это на него повлияет? Это какой-то полет вашей фантазии был? Или это действительно какое-то желание получить какой-то новый опыт? Я не знаю Какие конкретно цели лично вы преследовали, когда попросились на космодром? Ну, рассказать людям о том уникальном закрытом месте, которое есть у нас в России сейчас То есть раньше был Байконур, сейчас это космодром Восточный Всем интересно, что там, как там Фотография, которая запечатляет какие-то события, происходящие на космодроме Она как бы мертвая натура А когда художник туда приезжает, он вносит себя в картины, показывает о том, какой сейчас Как видеть это он? Ощущения свои То есть глазами обычного человека Я так понимаю, что попасть туда было не так-то просто Вот изъявили вы, так сказать, желание, а что дальше? Мы подготовились в течение полутора месяцев Собрали команду из трех молодежных объединений При Союзе художников России Это входил туда Приморский, Край Хабаровский, Благовещенск, Амурская область Попросили, нам власти оказали большое содействие И финансовую помощь И, то есть, в общем, они взяли на себя все То есть, всю организацию нашего проекта Была ли какая-то особая подготовка к поездке? Ну, я понимаю, что на пленэр сборы, наверное, они, в принципе, достаточно долгие Или нет? Или я ошибаюсь? Ну, нет, это, наверное, скорее всего, все наработано опытом Мы уже знаем конкретно, допустим, что нам надо Ну, по сбору материалов Скорее всего, просто было ощущение неведения Мы не знаем, куда мы едем Мы, как бы, скорее всего, просто, наверное, первый раз оказались в такой ситуации Что мы не представляем, что мы увидим Вот, скорее такое ощущение Какие были первые впечатления? Поделитесь ими Первые эмоции Уже когда мы увидели таблички с надписями «Космодром Восточный» Сразу доставали телефоны, фотографировали, потому что это закрытое место Ну, как бы, туда не так легко попасть обычному человеку Но если есть возможность, то мы поехали туда Ну, впечатлений было масса То есть даже нисколько первое, что мы попали на «Космодром» А то, что увидеть уже закрытый Углегорск, вот этот старый город Город Салковский, новый город Это уже дорогого стоит Волнительно, очень волнительно Как много людей, я имею в виду остальных художников, ездили с вами, проявили желание Да, у нас было 18 человек То есть достаточно большая группа, это не несколько человек Да, это, скорее всего, спасибо ребятам-организаторам Потому что они все-таки собрали нас с разных городов Хотя, как бы, три города, это все равно, ну, собрать людей Вот, и, конечно, мы получили грандиозные впечатления Потому что, ну, не каждый, наверное, побывал на, допустим, стартовой площадке Там, где взлетают ракеты Вот, и, конечно, ощущение было, ну, чего-то такого действительно грандиозного А как проходил ваш день? Где вы жили? Как вы добирались до космодрома? Ведь он достаточно отдаленно находится от города В 40 километрах от города мы добирались, за нами приезжал автобус То есть это все благодаря администрации Они нам обеспечили и трансферы, и проживание Жили мы в гостинице в городе Углегорске А до космодрома, это был первый день наш, мы поехали на автобусе Нас отвезли туда, было распределение Одна группа поехала в технический цех, другая группа поехала на стартовую площадку Вот Светлана, она была в числе тех, кому посчиталось посмотреть технический цех Я думаю, она подробно расскажет Расскажите, конечно Да, конечно, мы, конечно, все хотели и туда, и в технический, и на стартовую площадку Но так получилось, что нас разделили на две группы И мне повезло, потому что те, кто были в техническом цеху Они потом и заехали на стартовую площадку Все-таки видели, и возможность была увидеть и стартовую площадку, и технический цех Конечно, изначально, когда ты просто видишь какие-то здания Не вызывает какое-то особого восхищения Но когда мы попали в сам цех, наверное, это было первое ощущение Это такого какого-то грандиозных масштабов Просто огромный цех, который с массой конструкции То есть ты ощущаешь себя очень маленьким И там очень здорово нам показали, как работает этот цех То есть разные помещения И очень нам помогли рабочие, которые нам позировали В общем, было очень здорово, потому что подробно нам рассказали, как собирается ракета Что она из нескольких частей В общем, для полного, наверное, восторга не хватало самой ракеты А так, в общем, все здорово было То есть как художнику вам очень помогло то, что вы узнали, как это все происходит Работает, создается изнутри, правильно? Конечно, да, это больше впечатление Особенно, которые самые первые Ну и, конечно, те люди, которые там работают Они нам рассказывали, как это все производится Потому что для обычного человека Ну, это что-то действительно космос непонятное А тут какие-то такие земные вещи И вроде ты соприкасаешься с вот этим каким-то неизведанным В общем, очень здорово Все мы с детства слышим о космосе В советское время вообще каждый первый ребенок хотел быть космонавтом И наверняка у вас были какие-то свои представления Свои мифы, может быть, стереотипы об этом Вот сломались ли эти стереотипы впоследствии? Я могу сказать, что когда мы приехали Мы, конечно, ну, было такое ощущение, что вот сейчас мы в будущее въезжаем Что что-то такое нереальное Но приехав в сам Углегорск, это бывший закрытый город Так скажем, гарнизонного типа Он очень маленький, уютный И не было такого ощущения, что вот здесь, где-то неподалеку строят ракеты Но когда мы уже приехали в сам Циолковский, который представляет собой, наверное, сплошную стройку План города, конечно, было это ощущение, что вот что-то новое Стереотипы, наверное, это то, что не каждый может оторваться, полететь в космос Не каждый может соприкоснуться с этим А тут ты находишься в этом месте, и это что-то земное Доступное уже более Наверное, вот так вот Скорее всего, вот это ощущение Итак, мы больше сегодня разговаривали о впечатлениях А давайте поговорим, наверное, о самом главном Ведь были достаточно глобальные цели и задачи данного пленера Расскажите о них Ну, мы ставили себе, да, глобальную цель Запечатлить новый город, запечатлить космодром Это историческое событие, которое происходит у нас, здесь, вокруг нас Мы хотели привлечь общественность, привлечь молодое поколение Чтобы они по-новому взглянули на космос, на наш русский космос Потому что в городе Углегорске происходит мечта человека Оттуда запускают ракеты, оттуда в дальнейшем полетят люди в космос И мы должны гордиться тем, что у нас есть космодром Я так понимаю, что картины ведь можно будет и увидеть всем И это не просто, вы написали их, и они теперь пылятся где-то Нет, конечно, они принесут потом еще и большую пользу Расскажите, как и где эту пользу они будут приносить У нас будет выставка, их будет четыре Первая пройдет в городе Углегорске, к 55-летию города Приурочено это будет, проходить будет 17 сентября Каждый из участников подготовит по несколько работ Мы печатаем каталог, оформляем все это, все работы И делаем выставку для города Углегорска Затем в ноябре эта выставка поедет в город Благовещенск Побудет там Скорее всего в феврале это будет город Хабаровск И весной она приедет во Владивосток Будем радоваться здесь смотреть То есть мы тоже К дню космонавтики, я думаю, мы ее проведем здесь, в городе Я сейчас подумала, ведь для художника очень важен свет Это, наверное, в первую очередь после основных каких-то вещей Как вы там базировались, где располагались? Ведь нужно было видеть то, что ты пишешь Вы же не по памяти это все рисовали, правильно? Света, кстати, было предостаточно даже в цеху Несмотря на то, что это закрытый цех Были огромные окна Но в цеху, наверное, скорее всего, было Себя лучше чувствовали художники графики Потому что живописцы, к сожалению, не смогли бы, наверное Отобразить такой масштаб Что касается, допустим, наверное Самого интересного дня для художника Это, наверное, все-таки Циолковский город Это стройка, это большой сюжет, скажем, для художника Потому что все знают советские картины Из больших строек Это всегда интересно И масса, допустим, цветов, которые там находятся И, кстати, очень многие из ребят отмечали небо именно над городом Потому что оно действительно другое Оно как будто выше И интересно очень было, да Там летают самолеты рядом Достаточно, в общем, действительно такой полет присутствует в городе То есть вы сидели параллельно с тем, как люди работали Вы писали картины А как вот те самые люди, которые достаточно серьезные, я так понимаю Они вас принимали? Не ругались на вас? Не говорили, что вы им мешаете какие-то художники? Мы тут серьезное дело делаем Довольно-таки положительно они к этому отнеслись Вообще к нашему присутствию Они подходили, рассказывали истории свои, свои жизни То есть даже отрывались от работы И смотрели, как мы их пишем То есть, ну действительно, город Солковский, он впечатляет Большие планы, застройка идет очень мощно Не побоюсь этого слова Цель объединить два города Старый и новый И очень много людей Очень студотрядов, очень много Все приезжают радостно Мы встречали студотряды С ними тоже общались, делились своими впечатлениями Они говорили, давайте нас нарисуйте То есть для них, для города это было такое достаточно серьезное событие Да, к нам подходили и спрашивали, а что за праздник? То есть потому что мы, форум проходил один день И мы остались там на 4 дня И то есть они говорят, вы нас пишете, наш город Что-то произошло, что случилось Ну то есть мы им внесли такую нотку праздника в город Как много работ удалось привести уже впоследствии на выставке Что увидят вообще? Это будет масло, акварель, графика, да, вы сказали? Расскажите о них подробнее Это будет и акварель, и масло, и графика Все художники по-своему самобытные Они работают все в разных техниках Вот Светлана, в частности, работает в графике Очень много на удивление Мы не знали, что будет столько графиков У нас их почти половина То есть в Углегорске мы будем показывать выставку Пленер Те материалы, которые мы наработали А в других трех городах Благовещенск, Владивосток, Хабаровск Будет совершенно иная выставка То есть уже материал будет переработан, дополнен, переделан У нас есть ребята, которые занимаются декоративно-прикладным искусством Они будут обжигать, то есть мотивы космодрома И тем самым демонстрировать, показывать Это уже будет как ювелирное искусство Даже космодром в ювелирном искусстве То есть это будут даже некие скульптуры, я правильно понимаю? Нет, скорее всего это плоская Да, плоская, да Плоская, объемная Ну понятно Вы сказали, что доработка будет То есть впечатлений хватит настолько, что вы уже впоследствии доделываете, дописываете какие-то работы, правильно я понимаю? Да, просто изначально мы, скорее всего, просто собирали натурный материал Ну, конечно, из этого и получились какие-то работы Но какие-то были просто как именно материал, зарисовки То есть впечатления, скорее, больше, чем какой-то натуры Вот, и, конечно, хотелось бы, ну, получили столько заряда Хотелось бы это выплеснуть в какую-то уже большую работу Которая требует больше времени и больше, как бы, наработок на нее Ну, я думаю, ребята, как бы, были под впечатлением, когда мы разъезжались Все говорили, что да, да, мы обязательно сделаем еще какую-то там работу Не просто то, что мы наработали именно на самом космодроме и в городе А то, что мы соберем в себе впечатление и выльется этого что-то интересное Какой-то проект, да, совместный? То есть планы у вас есть? Да, у нас есть план, у нас было всего 4 дня То есть у кого-то даже 3, кто-то раньше уехал домой Но сколько я знаю, для пленера мало? Это очень мало, да Это очень мало, да, потому что за месяц выезжают обычно художники? Обычно пленер, ну, 2 недели это самое минимальное 10 дней Катастрофически мало Да, здесь у нас было всего кто-то даже на 3 дня То есть мы впечатлились, очень много эмоций у нас было И как бы все это выливали вот в свои работы Скорее всего, поэтому больше графики, чем живописи Потому что все-таки живопись это больше трудоемкий процесс Масло, которое должно еще высохнуть и перевозить его достаточно проблематично Поэтому те, кто уехал с Владивостока Мы насчитали, что мы ехали 30 часов Достаточно долгий процесс И как бы поэтому мы заранее выбрали графику для своих работ Это был ваш такой, наверное, самый необычный пленер? Или вы езжали еще на какие-то подобные, которые бы вас поражали? Ну, скорее всего, в этом году это был один из необычных пленеров Год еще не кончился, не знаю, что нас ждет впереди Но в этом году это был один из самых необычных пленеров Просто очень интересно, например, в моем понимании Пленер – это выезд на природу Искусство рисования на открытой площадке И все, и этим как-то фантазии ограничены Ну, мы же и были на открытой площадке Запечатлели стартовый стол Смотря на какой площадка, только другая Все это было… Пленер переводится же «выживопись» на открытом воздухе, да, как мы понимаем То есть вот оно и было все на открытом воздухе Смотрели, впечатлились, передали все это А какие еще идеи есть, может быть? Все-таки наверняка какие-то желания есть Поехать куда-то, также в какое-то интересное место Ну, скорее всего, в следующем году мы сделаем, расширим этот пленер Поедем опять же туда Будем привлекать других ребят Не в плане других ребят, а как бы из других объединений И в дальнейшем сделаем, скорее всего, творческий форум какой-нибудь такой Это то, что в планах Но глава Углегорска, она готова с нами сотрудничать Роскосмос тоже Им очень понравилась эта идея То, что молодые художники приехали Нарисовали, написали Запечатлили космодром Восточный в своих работах И, скорее всего, у нас будет сотрудничество То есть, насколько я понимаю, представители Роскосмоса Также не оставят без внимания выставки Да Они увидят картины, да? Обязательно, конечно Мы с ними сотрудничали Они нас отвозили, показывали нам космодром То есть, это занимался не сам город Углегорска А непосредственно люди из Роскосмоса По технике безопасности То есть, им, в принципе, наши работы понравились В социальных сетях они даже публиковали одни из работ То есть, освещали это событие А количество картин пока точно неизвестно, да? Как вы сказали? Будет около 30 работ Около 30 Но в дальнейшем на других выставках, я думаю, что это будет больше А здесь мы показываем именно наработанный материал А что конкретно вдохновило лично вас там уже, на космодроме, больше всего? Наверное, первое впечатление, от которого вы оттолкнулись впоследствии при написании картины? Ну, скорее всего, это стартовая площадка, стартовый столб То есть, доходило до того, что мы как бы фантазировали, что там будет стоять ракета Но я думаю, что в следующем году мы поедем рисовать конкретно ракету То есть, даже такое возможно? Да, возможно Ну, это в технический цех, когда ракета будет там находиться Будет, конечно, допущено меньше людей Но, скорее всего, это будет возможно Удачи вам, это здорово Светлана, а вас? Тоже стартовая площадка или что-то другое? Ну, на стартовой площадке мне, к сожалению, совсем чуть-чуть удалось побывать Но, конечно, это тоже были грандиозные впечатления От самого места, от масштабов, опять же, огромных Но, я скажу, мне немножко, наверное, везде что-то нравилось И, естественно, везде какой-то был сюжет для написания картины Но для самого сюжета космоса, конечно, это непосредственно те места Откуда берется ракета, где она строится, где она взлетает Это действительно технический цех и стартовая площадка Хотелось бы, чтобы вы рассказали, может быть, будущим художникам Насколько это серьезный опыт, именно как профессионал для вас? Ну, сказать, что серьезный опыт, это действительно не просто серьезный опыт А это новый опыт Потому что, допустим, насчет меня я могу сказать Что мне никогда не приходилось быть в каких-то таких площадках Тем более в таких объектах Скорее всего, как вы говорили, да, мы все время художники пишем природу Далеко или близко мы выезжаем Но это все равно природа, небо, море Вот, а здесь это все-таки техника Это совсем другое И, ну, это интересно Это действительно интересно И я думаю, это очень важно Ну, для художника надо менять свою точку зрения Бывать в разных местах И набираться новых впечатлений для новой работы Ина, для вас? Ну, для меня мы все вспоминаем 60-е годы Когда Юрий Гагарин полетел в космос Когда были агитационные плакаты То есть очень много художников вдохновились космосом Я думаю, что нужно возрождать это Вдохновляться космосом С новым видением По-новому смотреть на космос Но опираться на старых мастеров Вы стали своего рода первооткрывателями космоса В изобразительном искусстве, да, нашем современном уже Современный космос, современное изобразительное искусство Это очень здорово И я предлагаю сейчас напоследок Еще раз пригласить жителей Владивостока И гостей города На выставку, которая, как вы сказали, в апреле Да, она состоится в апреле Дню космонавтики мы ее привезем Площадка еще неизвестна? Нет, еще неизвестна Вот в ближайшее время мы договоримся Нам пора заканчивать Спасибо огромное, что вы к нам пришли Я желаю вам побольше таких интересных пленеров Побольше вдохновения Ну а мы, в свою очередь, с удовольствием будем приходить на ваши выставки Спасибо, что вы пришли к нам Спасибо вам Спасибо вам Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» В студии работала Анна Бережная Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин